Всем привет! У меня в руках ножик, а это значит, что сегодня будет много распаковывать техники. Решил немножко проэкспериментировать, вы знаете, постоянно то туда, то сюда. Сегодня будем делать большую распаковку техники, очень много пришло из Америки, новые покупки и так далее. Они стоят сзади, лежат снизу и так далее. Давайте всё, конечно, по порядку. Расслабьтесь, видео будет, скорее всего, наверное, долгое. Будем болтать просто так, не только про технику, но и, короче, вам расскажу. Тут вот, когда были в Таиланде, меня прям что-то вот кольнуло, всё, хочу поработать со звуком. И начал искать одно, второе, третье. Ну, я насчёт микрофонов. Вот, и нашёл себе вот такую вот детку Shure SM7B. Ну, типа, легендарный микрофон, потому что все американцы его хвалят на русском YouTube. Вообще практически обзоров не нашёл, там, может, одно-два видео, и то такие, в принципе, сомнительного качества. Ничего не понял, так что вот в основном на американских обзорах вот такую штуку выбрал по качеству звучания. Короче, вообще шик. Получил только сегодня. И давайте с него и начнём. Стоил этот микрофон в США 400 долларов. В приводе, короче, получается где-то 24 тысячи рублей. В России, непосредственно в Москве, чтобы такие заказать в интернет-магазине, стоили что-то около 32. Ну, короче, там бы хотел дешевле, вот поэтому заказал вообще не думая с Амазона. Типа, легендарное качество, все дела, и с такими штуками только все на радио работают. Окей, вокальный микрофон, кардиоидный, динамический. Ну, это ещё не всё. Заказал к нему и усилитель. Ну, крутяк. Ещё, знаете, думаю, ну, как не подкасты, а как и видеоподкасты. Хочу вот сюда его прицепить, попробовать ещё, как он будет звучать, чтобы уши ваши полоскать. Окей, так. Блин, как красиво всё выглядит, акустический поролон, я это просто обожаю. Возможно, буду использовать ещё рядом с компьютером. Возможно, буду делать стримы, возможно, буду делать ЛСП. Вы хрен знает, потому что вы знаете меня, у меня каждый год постоянно всё по-новому. И это хорошо, потому что, знаете, такой вот как видеоблогер, который постоянно что-то делает. Это я. Открываем. 400 долларов. Наклейка. Шур. Прикольно. Инструкция, гарантия и так далее. Ну, окей, это мне и нужно, потому что там, в принципе, ничего сложного нет. Как говорится, парнишка захотел поиграться со звуком. Да. Это я. Вот он. Красавчик. Блин, прикольно, такой тяжёленький. Короче, в этом видео рекламы никакой нету, поэтому никого не рекламирую. Вот чисто просто так побазарим, всё расскажу и покажу. Есть у нас небольшой фильтр. Ну, окей, он, короче, снимается. Вместо него становится вот такой вот здоровенный. Ну, правда, что-то мне вот такой прям совсем большой не нравится. Мы его, наверное, таким оставим. Вот. Взял себе, конечно, держалку ещё. Сзади у нас тут переключаются его настройки. Плюс есть штука, при помощи которой можно всё это дело закрыть, но чтобы это, типа, красиво смотрелось. Потому что такие штуки на радио используют и так далее. XLR и крепёжка. Вот, насчёт крепёжки. Ой, что-то здесь рассыпалось, что-то до хрена всё. Походу, фильтры немножко облетают. Ну, да. Эту штуку я прям вот реально захотел, и чтобы это было прям настолько круто. Вау. Ну, короче, просто захотелось. Вот как реально игрушка. Посмотрим, что из этого получится. Прям крутяк. Я его даже вот здесь вот положу. Пусть он глаза всем мазурит. Дальше. Ну, не камерфо. Было его заказывать просто микрофон. Соответственно, я почитал, посмотрел, что для такой штуки требуется, как бы сказать, активатор. Усилитель, что ли. Микрофон. О. Клауд-фильтр. Тоже заказан из Америки. Ну, кстати, он и делается-то в Америке. Он Made in USA. Красиво так написано. 150 долларов стоил в России 16-х. Так что из-за бугра привезти сюда намного дешевле. Открываем. Данная штука усиливает его, насколько помню, на 25 дБ. И у нас пропадают посторонние шумы. То есть, знаете, вот этот фон. Если вот сейчас вот помолчим. То есть, если в него все равно что-то попадает, то тот чувак, он будет вообще просто молчать. И будет передавать чистый голос. Ну, посмотрим. Не знаю, что из этого получится. Конечно, говоря инструкции, наклеечки и так далее. Вот эта маленькая фантифрюшечка включается. Прикольно такие ножки здесь сделаны. С одной стороны входит микрофон. С другой выходит уже, соответственно, устройство записи. Устройством записи у меня сейчас будет служить непосредственно вот этот Zoom H5. Потому что у меня ничего другого нет. Можно было взять USB-шку для компьютера, к примеру. И я что-то подумал, еще 100 долларов тратить нахрен. Притом, кстати, в России вот что, а USB, соответственно, станция для приема XLR сигнала стоит дешевле, чем там. Поэтому я не стал ее заказывать. Поэтому пока только микрофон, активатор. И главное, что у нас вообще не продается. Тоже решил, короче, шикануть. Вот так вот, короче, отдыхаешь в Таиланде и тречишься по полной. О, Rode. Это держатель микрофонный. У нас, короче, таких нету. И штука стоила, тоже, по-моему, около 100 долларов. Вы только представьте себе, где-то 7000 рублей просто за держалку. Есть обычные, но что-то меня они вообще не прикололи. Я же все-таки занимаюсь видео. И хочу, чтобы все было более-менее красиво. Так, конечно, давайте мы это убираем. А что все было красиво, должно быть все минималистично. И вот эта штука позволяет это делать. Потому что все остальные держатели для микрофона, они получаются... О, давайте ее достанем. Они все на пружинах. Выглядит, короче, это все вот так вот. Все остальные держалки, получается, они идут с пружинами. Конечно, выглядит все это не очень красиво. Не эстетично. Я решил, ну вот, ладно, пусть для микрофона все будет реально красиво. В итоге это выглядит только вот так вот, как настольные лампы. Сюда кидается кабель, который очень аккуратненько ложится вдоль. И здесь нет никаких пружин. То есть все завязано только вот на этих трех, как-то, перключателях. И очень удобное крепление на стол идет. То есть, смотрите, тоже все минималистично. Ну, соответственно, низ откручивается. И сверху у нас только, вот, виднеется. Сюда, соответственно, цепляем. И микрофон на конце. Семерка. Стоит ли это того? Нет. Но решил шикануть. Вот, чтобы было красиво. И можно было что-то надо взять. Там тысячи за полторы, за две. Ну, ладно. Хрен бы с ним. Пусть будет. Все будет вот так вот красиво выглядеть. И это еще держалка в этот стол. Давай сейчас покажу. Покажу, что делается так. Если у тебя какая-то студия, выпиливаешь дырку, вставляешь туда и прям без всяких держалок сбоку у тебя будет прям здесь держаться. То есть, можно прямо в этом столе сделать дырку и вот так вот. Всем привет. Сегодня мы с вами начинаем радиозверье. Звучит тупо, я так делать не буду. Итак, дальше идем. Что у нас дальше? Где мои XLR кабели? Я что-то особо не помню по длине. Но вот этот у нас идет от микрофона, соответственно, в активатор. И дальше из активатора у нас идет, ну, наверное, в Zoom пока вставлю. Потом сейчас уже в Москве куплю как раз USB интерфейс для компьютера. Если вы знаете какой-нибудь хороший, напишите. Хотя у меня, конечно, уже есть на примете пару-тройку. Ну, осталось только выбрать там в пределах, наверное, тысячи тоже там 5-7 вот так вот. Конечно, XLR-ки синий взял. Можно было выбирать по цветам. Думал, желтый. Но что-то подумал, что синий будет вот здесь офигенно смотреться. Если я хочу, чтобы это попадало в кадр. Конечно, синий, но этот активатор не будет смотреться в кадре. А вот синий шнур, мне кажется, будет классно здесь виднется. Следующая покупка из разряда бушных. Вот первый раз решил попробовать и взял это дело тоже на Амазоне. Там, знаете, когда выбираешь какой-то продукт, то можно было еще взять, к примеру, Shure SM7B, бушный, но он дешевле на 50 долларов. Типа там тоже как Авито, но типа нормальная. И вот такая приставочка стоила, по-моему, 70 долларов, а я ее взял за 15. Соответственно, нихрена себе выгоды. Было написано, что использованная уже. Ну, здесь без коробки, окей, пусть будет без коробки. Здесь аккумулятор встроенный, зарядку дали. Мини-USB, инструкция есть и даже, смотрите, пленышка на дисплее. Это интересно, что вообще из этого получится. Ну, давай. Ага, так, понятно. Главное, чтобы вообще экран бы там был. Просто реально было интересно попробовать, что можно купить вот бушного. Здесь у нас SD-шка старается. Выход на телек. Это, наверное, громкость. Где тебя включить-то? О! Так вот. Чтобы это не громко было. Ну, прикольно, смотри. Давай попробуем. М-м-м. Бомбер. Ну, окей, так, старт. Меню, старт. А, все, я себя нашел. Так-так-так, все. Понятно, все. Что-то особое описание я не помню. Интересно, посмотрим, сколько здесь игрушек-то. А, это одна из девяти. Конечно, девять страниц тут. Вот, смотри, Mortal Kombat 2. Окей, запустим. Кстати, Mortal Kombat и Boogerman, это первые мои две игрушки на Sega. Я помню, как родители принесли домой. И вот как раз эти два картриджа. Они у меня до сих пор с собой. Они у меня здесь лежат. Только вот Sega оригинальной нет. Слушай, ну, за 15 долларов работает все нормально. С учетом того, что экран новый. Я не знаю, почему это, типа, used было. Может, я внимательно не читал. Может, так просто повезло. Давай, давай, быстрее. Но это не 70 долларов. О, блин, прикольно. Меня сейчас, по-моему, задвинут. Ладно, здесь, короче, надо разобраться с управлением. Но факт в том, что работает. Окей. Я, кстати, моя вторая уже такая консолька. Ну, чисто по приколоться взял. 15 долларов. Окей. Годно. Так, для следующей распаковки им потребуется мой телефон. Сейчас мы его разблокируем. И это, правда, специально для Ольки мы взяли. Так как она на телефоне очень много всего делает. А Apple Pencil с iPhone не работает. И работает только либо с новым iPad, либо с крошкой. Мы нашли стилус. Стилусы в России стоят около 4-5 тысяч рублей. То есть те, которые будут работать с любыми мобильниками. В том числе, к примеру, с iPhone. Но при этом будут иметь тонкое основание. О! То есть здесь прямо тонюсенькое, тонюсенькое. Так, не знаю, сейчас будет работать, не будет. Наверное, нет. Так, как его надо включить, наверное. О! Работает. Ну и дальше там, соответственно, где тут можно рисовать-то. Ладно, рисовать у меня сейчас поход не получится. У меня просто приложения нет. Но факт в том, что, по крайней мере, работает. Она там будет фотографии обрабатывать. И вот она, тоненькая. Обошлось что-то в районе полутора тысяч рублей. За границу стоит намного дешевле, чем у нас. Так что, я. Работает. Заряжается от, по-моему, да. Микро-USB сверху. И есть еще, я так понял, вот какой-то большой стилус, да? Ну да. Вот. Здесь активируется вот этот. Окончание. Круто, что все-таки там нашли. Я прям был уже расстроен, что в России дешевых стилусов нет. То есть, они есть, но они все, знаете, там вот такое основание прям. Не такое тоненькое. Сколько там, миллиметров. А они какие-то вот кругом идут. То есть, приходит такое основание, и кружок прям на дисплей ложится. А те, которые по типу такого, то уже около 4 тысяч. Окей, следующая тема. Даже не спрашивайте, что это. Это электроконьки. Я их не покупал. И я... Давайте посмотрим просто. У меня пока нет слов, что это может быть такое. Электроконьки. Представляете? Я не особо представляю, как на них ездить. Смотрите. 5 километров в час. Ни хрена. То есть, они как-то раздвигаются, что ли? Это очень необычно. О! О! Не, вы когда-нибудь видели? Электроконьки. Фигеть. Я так понимаю, здесь раздвигается под размер ноги. Окей, попробуем. Самому интересно. Окей, пока отложим. Так, следующая тема. Только сегодня прислали. Мышка. Корсар. Новая. Беспроводная. С подсветкой. Удобная. Называется Dark Core. С. Е. Вау. Это очень круто выглядит. Ништяк. Тут прям ништяк. Хочу попробовать, но сейчас, наверное, не буду распаковывать. Или нет? Ладно, распакуем. Это же распаковка. Что же, прям не захотел. Захотел. Все потом отдельно на камеру. Ну, окей, окей. Давайте с вами распакуем. Смотрите. Фига. Вверх, вниз, посерединке. Так. Это все. Здесь ничего не нажимается. Раз, два, три. Не отходя от кассы. О! Это как раз к этой мышке. Это у нас коврик. Но коврик, от которого как раз та самая мышка и заряжается. Прикиньте. Дальше происходит магия. То есть ты просто ее сюда кладешь, и мышка так заряжается. То есть как-то вот в этой всей части, или она здесь заряжается. Это я потом еще посмотрю. То есть здесь происходит дальше магия. Сказит она тоже офигенно. Ну и мышка бесправдная. Окей. Будем пробовать. Убираем. Ну, коврик такой зачетный. Так. Дальше что у нас тут на подходе. Устройство EVE ни разу еще не открывал. Здесь у нас устройство Weather и EVE Thermo. Это аксессуары из разряда Apple HomeKit. То есть, соответственно, ты при помощи устройств Apple можешь управлять своим домом. Поэтому данная штука, ну, сам ее выйти, ладно, доставать не буду. Но в скором времени сделаю ролик. Потому что лежат на меня уже, наверное, полгода. Цепляешь на улицу и получаешь информацию прямо в Apple HomeKit по состоянию воздуха на улице. Температура и так далее. Влажность. Плюс можешь просто силе спросить, какая погода на улице она тебе покажет. То есть, прямо с этого датчика. И очень интересная штука. Thermo называется, стоит, по-моему, в Apple.ru. Они, кстати, продаются около десятки, что ли. А то, может, и дороже этому Apple. Если кто хочет, чтобы у тебя температура в доме была, например, похолоднее зимой, то она, вентилетчик на твоей батарейке, ну, как бы закрывает. И все делается дистанционно. То есть, ты, короче, можешь температуру регулировать в доме. При помощи вот этой темы, которая подключается просто в батарею. Вот. Ладно. Скоро сделаю ролик. Вообще, потому что вы сегодня видели, конечно, буду делать ролики. Они же без рекламы даже, не парьтесь. Потому что это все практически я покупал. Либо что-то прислали. О! Это внешний CD-ROOM USB. Смотрите, как прикольно выглядит. С Алиэкспресса, кстати. Я его специально взял для, для, для... Короче, сейчас не найду. Специально взял для своего маленького ноутбука. Потому что иногда полезно бывает вставить какой-то диск. Дисков у меня дома много, как казалось. И в компьютере теперь CD-ROOM стоит, потому что нужно. Здесь пишущий DVD. И, короче, подключается просто по USB-шке. Очень клевая штука. И когда-нибудь я вам тоже скоро покажу. Дальше. Телефон из разряда самых бюджетных. Все, что я смог найти за 400 рублей. То есть меньше телефона не стоит. Вот такой вот IRBIS. Посмотрим, что это такое. Ну, здесь просто рекламу не буду делать. Где я его покупал. Вот. Короче, телефон IRBIS за 400 рублей. Посмотрим, а сейчас стоит он того или нет. Давайте прямо сейчас его откроем. Потому что у нас все-таки распаковка. Или что? Или не распаковка. Ну, датчики я не стал открывать. Потому что они там или так-то все понятно. Просто кусок пластмассы. О, боже мой, какой-то маленький. Это даже практически стоит дешевле, чем Nokia. Как зажигалка. Интересно. Если будет звонить, то за 400 рублей, в принципе, нормальная тема. Не знаю. Есть телефоны, которые стоят дешевле. Здесь какая себе стоимость? 400 рублей, плюс зарядок в комплекте. Экрана 177. Разрешение 128 на 160. Еще и симку, если бесплатную вставить. То все, у тебя за 500 рублей. У тебя полностью готовая звонилка. Существует телефон дешевле или нет? Напишите об этом в комментариях. Дальше продолжая тему. Game Master. Геймпад. Собираюсь как раз вот только сейчас открыть. из разряда самых просто дешевых. По-моему, стоил... Охрен его знает. Может, 150 рублей? Короче, геймпад. Если вы играете на контроллере от Xbox и что-то так еще. Попробуем, что вообще из этого получится. Насколько четко справляется с играми. Фу, он такой блестящий. Вообще он просто невесомый. Он как перышко. То есть прям... В нем такого ощущения вообще ничего нет. Там одна маленькая-нибудь микросхема. Все. Но вообще нажимается четко. 150 рублей. Офигенно. Тоже будем смотреть. Наша покупка мелкому. Это JBL GR300 Bluetooth. Наушники специально для детей. Чем они отличаются? Просто здесь нельзя сделать на них слишком громко. Здесь есть определенный порог, свыше которого у тебя просто громкость не поднимается. Они не так давят на уши и все. Им просто веселый цвет. Подключаешь по Bluetooth, к примеру, какой-нибудь планшет или к телефону. Ребенок надевает. Получается громкость управляется с устройства, чтобы ребенок здесь сам не смог ничего нажать. Здесь просто включается-выключается Bluetooth и клавиша включения-выключения. Все. Но факт в том, что они громко не играют. И следующая тема. Это коврик для мышки. Тоже Predator. Ну, точно могу сказать, что пыль на нем будет скальпываться до хрена. Приятно такой на ощупь. Снизу какая-то, не знаю, резинка сверху. Он такой прям матерчатый. Ну, смотри, сколько на нем сразу грязи. Что самое интересное. Вы вот... Давайте посмотрите, что здесь вот сейчас сбоку у меня находится. Мне сейчас придется все это дело разбирать. Все обратно по коробочкам собирать. И уже хотя бы приступить к монтажу того, что я купил. А именно микрофон. Потому что этого я ждал прям вау, как долго. И надеюсь, что... МИД доставит большое удовольствие вообще работать с этой техникой. Надеюсь, что хотя бы H5 вывезет. И не придется ничего другого покупать. Ну, и USB-шный интерфейс по-любому придется, конечно, брать. Чтобы компьютер подключать. Вот. Очень доволен, что заказал из Америки. Потому что с доставкой это обошлось... Ну, конечно, все вместе. Именно по аудио. Тысяч на 15 дешевле. Даже с учетом того, что за эту доставку я заплатил около, по-моему, 80 или 90 долларов. Только за услуги передачи. Но вышло все равно на 15 дешевле. То есть, тут как ни крути. Это как я камеру себе покупал. Которую Panasonic. Как раз она вот стоит. На которой я сейчас записываю. Получается, фотик стоил в России 80. Я его взял за 60. С учетом доставки, конечно, получилось на 15 тысяч дешевле. Так что, как ни крутить. Есть покупки, которые можно совершать выгодно. Очень рад, что Sega. Охрен она юзаная. Вообще новенькая. Прикольно. У меня есть полностью NES-овская приставочка маленькая. Которую я уже вам показывал. BitBoy. И вот сейчас Sega есть. Так что она, конечно, на уровень повыше. Можно ничего-ничего. Будет такого юзаного прикупить. Посмотреть. Того, чего у нас вообще не продают. Потому что всякие телефоны и так далее. Смысла там юзаные покупать нет. На авито все то же самое. И дешевле выходит. Так что это все уже проверено мной. Если вы хотите видеть еще какие-то такие большие распаковки техник. То дайте мне об этом знать. Если вы про что-то хотите. Видео. Что вы здесь сегодня увидели. Тоже дайте мне знать. Ну, соответственно, я буду и на вас ориентироваться. И на свои какие-то желания. Потому что, например, там роликовые коньки. Да, я на них буду делать видео. Например, там мышку или коврик. Могу и не делать. Ладно, дайте мне об этом знать в комментариях. Но, блин. Как будто свалка какая-то настоящая. С вами был Илья. До новых встреч. Пока. И спасибо всем постоянным зрителям, кто смотрит. Покеда. Субтитры сделал DimaTorzok